внимание это реальное свидетельство из жизни бывшего оккультиста мага колдуна и сатаниста высшего ранга многое из того что вы узнаете в этом видео будет новым для вас цель видео не участвуйте в бесплодных делах тьмы но и обличайте ефесянам 5 11 чтобы увидеть больше свидетельств о том что бог делает по всему миру смотрите трейлер фильма конец церкви в конце этого видео или на www.nchurchanity.com аминь я был завербован колдовство и спиритизм и обучался на то чтобы быть поклонником дьявола высокого ранга в течение 25 лет нас смотрят многие люди и слышат и на самом деле не понимают размах и масштаб того насколько реален духовный мир это абсолютно так дьявол приходит чтобы украсть убить и погубить моей задачей было парализовать вас в духе потому что все начинается в духовном мире и если я мог парализовать вас духовно то все что должно было произойти физически обязательно происходило само собой я действовал в духовной сфере эта сфера более реально чем так где мы сейчас потому что все начинается в духовном мире что происходит духовной сфере там идет война и моя задача это помешать вам выполнить божий план любой ценой чего бы мне этого не стоило вы говорите моя задача когда вы так говорите я понимаю что вы говорите о том времени когда вы были в армии сатаны они сейчас конечно и вы брали на себя роль солдата слуги дьявола да для чего именно чтобы колдовать для чтения картеру чтобы насылать проклятие чтобы парализовать соседние районы и люди в том районе знали что это или дух бедности или дух проституции или наркотиков я так сказать кормил этот дух в том районе чтобы контролировать тот район чтобы крест иисуса христа не пришел туда и если вы были верующим моей задачей было заставить вас поверить то что христос которому вы служите не настоящая всего лишь иллюзия что крест это иллюзия фантазия предмет вашего воображения я очень хорошо это делал можно сказать что я был в этом профессионалом а потом после того как я дискредитировал крест это было моей целью потому что тебе некуда было бежать ты был беззащитен уязвим и дезориентирован и теперь я мог прийти атаковать тебя как лев который гоняется за самой слабой жертвой всего стада я должен был отделить людей от креста если я мог отделить вас от креста и сделать так чтобы он стал для вас предметом воображения я знал что теперь к вам есть доступ потому что вы боролись я хватался за это и обрушивался на вас когда я сидел в церкви я шел в церковь как демонизированный человек и сидел в церквях разрушал единство церкви разрушал единство духа так чтобы люди не спасались какова была ваша цель к чему вы стремились стать выше рангом среди поклонников дьявола стать выше рангом чтобы папочка мной гордился и выполнить свое задание происходило ли когда-нибудь что-то такое что вы не ожидали я сидел с дьяволом так как я сижу сейчас с вами я говорил с дьяволом всю ночь напролет он являлся в образе человека и приходил ко мне домой и приходило присутствие менялась атмосфера и все в комнате менялась его присутствие было там я продал душу дьявол у меня были знаки на теле здесь и тут и там на моем теле была высечена пентаграмма я сидел с дьяволом всю ночь напролет и разговаривала с ним потому что ему нужно было мое поклонение джон вы наверное понимаете что в это трудно поверить я не задаю вам вопросов я просто говорю что люди которые смотрят нас думают подожди я видел это в фильмах но такого не бывает в реальности что мы им скажем вы на самом деле видели дьявола да конечно я сидел с ним сидел с демонами сидел вместе с духовными начальствами и существует два мира царство тьмы и царство небесное есть люди которые видят ангелов контактируют со христом если мы можем видеть все это значит мы можем видеть и дьявола значит есть и другая сторона мы ведь не можем верить только в часть библии верно невозможно верить в чудеса и не видеть их невозможно верить в то что иисус воскрес из мертвых и не верить в этот по-настоящему сверхъестественный мир который вы описываете и вы видели его да я видел и жил в нем 25 лет и вы не можете игнорировать тот факт что иисус говорил о демонах и изгонял бесов разве это не было третье его служение так и было почему же мы больше не видим этого сегодня потому что церковь проповедует что люди должны быть счастливыми вместо того чтобы быть свободными скажите это еще раз церковь проповедует что люди должны быть счастливыми вместо того чтобы проповедовать освобождение христиане мучимые находятся в рабстве в кандалах у них так много твердынь и родовых проклятий а также пастора и считается что я ведь христианин я верующий я на правильной стороне, но я не могу проповедовать тебе освобождение. Я проповедую, каким счастливым ты должен быть. Это похоже на то, что я ввожу вам быструю инъекцию. Я даю вам инъекцию, но вы не получаете ни исцеления, ни освобождения. Но я бы сказал, что в наше время существует подобное служение. И в равной степени есть кто-то, кто может проговорить в обстоятельства, у кого есть настоящий опыт, у кого есть пережитый опыт только в демоническом мире. И он может рассказать об этом кому-то, кто всего лишь пытается жить счастливо. Поэтому здесь не играет роль ваше состояние ума или насколько счастливым и радостным вы себя чувствуете. Возможно, в вашей жизни есть двери, которые вам нужно закрыть. И нам нужно сделать им некую духовную операцию и вытащить их из той канавы, где они оказались. Ведь вы об этом говорите, верно? Да. И это ваше служение. Да, это мое служение. Мое служение — это освобождать пленных. Люди должны знать, что есть дьявол и демоны, которых нужно изгонять. И существует мир тьмы, и мы находимся в сражении за души. Кто завоюет больше душ, Иисус или дьявол? Чем это и является на самом деле? Да, так и есть. На самом деле, вся заварушка состоит в сражении за души. И духовная война необходима. Библия ясно говорит об этом. Когда я читаю Библию, то приходит так много света, потому что это царство света. Когда-то я проектировал свое тело. Я покидал свое тело и перемещался в соседние районы. И бросал проклятие на эти районы, потому что то, что ты проклянешь в духовном мире, обязательно произойдет в физическом. Единственным районом, который я не мог проклясть, был тот, где христиане молились за районы. У них был круг единства, где они молились за свои районы, и они буквально выгоняли меня молитвой. Когда мы молимся в согласии и единстве, молимся в духе, изгоняем бесов и исцеляем больных, люди должны видеть силу Божью в противовес сил тьмы. Я думаю, что многие смотрящих нас никогда не переживали силу Божью. Они никогда не видели того, что вы описываете. Я пришел из царства тьмы. У меня было колдовских принадлежностей на 100 тысяч долларов. У меня дома были человеческие кости. Если я должен был убить вас за 30 дней с помощью колдовства, я точно убивал вас за 30 дней. И на сегодняшний день Иисус стер мое прошлое, взял ту грязь, в которой я жил, и превратил это в свидетельство. Сейчас я учу тело Христово о том, что есть дьявол, с которым мы должны сражаться. Я учу церковь о том, что идет духовная война, и мы должны оставаться свободными. И, конечно, мы свободны через крест. Мы приняли Иисуса. И, кстати, принятие Иисуса вовлекает себя в игру, где ты теперь должен являть свое христианство. То есть вы получаете спасение и не становитесь сразу же счастливым. Вы получаете спасение, а потом начинается битва. Дьявол попытается удержать вас от вашей цели и призвания. Он попытается абортировать вас. Что я имею в виду? У вас есть цель и судьба, которой Бог уже вложил в вас. Он попытается абортировать этого ребенка, эту судьбу, так, чтобы вы не достигли своего креста и того лучшего, что Бог имеет для вас. Когда происходят большие преступления, проституция, убийство, то это не только работа людей, сделавших плохой выбор. Это на самом деле духовное влияние. Это демоническая сила, которая есть на том месте или в том городе. Возможно, у кого-то на работе. Да, возможно, и дома. То есть духовный мир живой. И это не только наши неправильные решения и не только выбор, который мы делаем. Но вы говорите, что иногда кто-то из смотрящих нас может сталкиваться с этим. И это вполне может быть демонической атакой на его жизнь. Это то, что просто потрясает меня, что все злые на Бога. Да, мы обычно обвиняем Бога, когда что-то не так. Мы обвиняем Его во всем. Но никто сегодня обвиняет дьявола. Все, в том числе и церковь, обвиняют Бога. У меня нет парня, у меня нет девушки, а мне не дали повышения на работе. И все обвиняют Бога. Никто не обвиняет дьявола. Как вы думаете, есть люди, которые сейчас испытывают трудности, не просто обыденные неприятности, но настоящие оковы, их счета в банке пусты. Они каждый день ссорятся с женой. Они только что были у врача, и им поставили диагноз болезни. Может, у них какое-то воспаление. А может быть, они постоянно злятся и расстроены. Они постоянно в депрессии. Они не видят никакой надежды, а видят только негатив. Как вы думаете, это дьявол работает в их жизни? Уверен в этом. Давайте скажем это так. Если проблема возникла естественно, то вы можете ее решить. Если это естественная проблема, то ее легко решить. Вы можете все сопоставить, это может занять какое-то время. Но вы находите способ решения, и она уходит. Неважно, болезнь это или ситуация на работе, ситуация в жизни, в браке. Вы можете поговорить с женой и найти решение. Но если есть что-то такое, что не поддается решению, оно как бы висит над вами, и вы в каждой возможной ситуации пытались все наладить, и ничего не получается, значит, есть что-то большее. Оно называется сверхъестественным. Дьявол более реален. Царство тьмы более реально, чем кислород, которым мы дышим. У него есть задание достичь тебя. Библия называет его рыкающим львом, который ищет, кого ему поглотить. В книге Иова Бог спрашивает его, «Откуда ты пришел?» Он говорит, «Я обошел всю землю, от края до края». Ища возможности, ища того, кого бы ему погубить. И вы можете дать возможность либо Богу, либо дьяволу. Выберите, кому вы дадите сегодня возможность действовать. Вы можете отдать свою жизнь Богу, а можете отдать ее дьяволу. И какими бы ни были обстоятельства, от вас зависит, кому вы уступите. Вы когда-нибудь встречались семьи, где, например, все бейсболисты, и ребенок тоже становится бейсболистом. Есть благословение рода, но есть и проклятие рода. Например, мой отец был алкоголиком, и я теперь тоже алкоголик. Поэтому дьявол знает, за что ему хвататься. Он знает, что воздействует на нас. Он знает, где открытая дверь. Например, кто-то сражается с зависимостью, и кажется, что он не может получить освобождение. И вы хотите сказать, что это может быть демоническое влияние? О, конечно! 99,9%. Потому что, если бы это было не так, он мог бы освободиться. Если я сражаюсь с чем-то естественным, потому что это естественно, я могу победить это. А что вы скажете людям, которые спросят? Может, это просто состояние ума? Может, у меня просто химическая зависимость? Может, я не могу получить освобождение? Просто потому что я, ну как говорят, зависим. Я молился за одного парня, который 26 лет был связан с шизофренией. 26 лет. Зависим от лекарств. Сегодня он свободен. У него было 9 видов лекарств. И мы с одним замечательным братом из Лас-Вегаса, его зовут Шеннон, мы с ним систематически молились за этого брата. 13, 15 или 17 раз мы молились, и произошло освобождение. Сейчас он здоров, и доктора не могут понять, как он сегодня в абсолютно трезвом рассудке. А как объяснить другие сферы? Финансы, взаимоотношения и все остальное. Могут ли в жизни наших телезрителей быть твердыни, о которых они не знают? Иногда люди просто не в курсе, иногда в неве или в расстройстве. Они говорят то, что передается по атмосферным волнам. Объясните это мне. Вы говорили об открытых дверях в своей книге. Вы говорили в своей книге о том, что вы можете открыть двери и дать дьяволу доступ в свою жизнь. Объясните это мне и людям, которые нас смотрят. Ну, возьмите, например, в браке. Допустим, у нас с женой возник спор, и я начинаю говорить, «Я ненавижу то, ненавижу все. Не могу в это поверить. Я ненавижу этих детей. Я ненавижу тебя. Зачем ты так поступила? Ты непутевая. Я уже хочу развестись». И дьявол хватается за эту возможность. Он начинает усиливать эти вспышки гнева, делает больше таких обстоятельств в вашей семье, и он доводит это до такой степени, что вы начинаете терять жизнь у себя в доме, теряете жизнь в ваших детях, в вашем браке. И вас начинают привлекать другие вещи, потому что вы открыли двери, потому что вы становитесь тем, что вы говорите. То есть наши слова имеют силу, очень большую силу. И дьявол это тоже понимает. Например, моя жертва – это тот парень, который попал в порнографию, или следующий, который изменяет своей жене. И вы можете подразделять свои грехи на категории. Но для Бога все это грех. И один единственный грех может не дать тебе попасть на небо. Он выгнал Адама из сада. Это была одна ситуация. Всего один случай стоил им их право первородства. Дьявол может использовать всего одну ситуацию, чтобы удержать нас от Божьего лучшего. То есть вы говорите, что он может использовать ситуацию как двери, верно, как открытые двери, чтобы овладеть ситуацией, найти доступ и создать твердыню в вашей жизни. И что же он делает с этой твердыней? Какова его миссия? Ну, очевидно, это не дать нам попасть на небеса. Но по вашему описанию, дьявол делает намного больше. Его задача состоит не только в том, чтобы овладеть нашей душой и удержать нас от нашего небесного дома. Но также в том, чтобы разрушить нашу жизнь здесь, на земле, должны прийти определенные твердыни. Это сомнения, неверие, страх, подавленность, депрессия. Сегодня христиане принимают кучу лекарств. Сегодня христиане режут себя. Почему это происходит? Это просто потрясает меня, что мы служим всемогущему Богу. И это не значит, что мы должны быть безупречны. Мы никогда не будем безупречными. Но даже в моих штормах у меня есть мир. Многие христиане не имеют этого мира. Ваша книга определяет проблему, которая, как вы пишете у себя в книге, в своей основе имеет дьявола в действии. И вы не видите его в естественном мире. Но его хорошо видно в сверхъестественном мире, и он очень активен. Его задача — разрушить вас, подавить, разорить, ввести в депрессию, чтобы вы переживали страх и боль, чтобы вы были в болезни. И это не есть Божий план для вас. Конечно, нет. Это не Божий план для вас. Есть Царство Тьмы, но есть и Царство Света, которое сегодня здесь. И оно может освободить вас. И если Сын освободит вас, вы истинно свободны будете. Поверьте в правильные вещи. Пусть у вас будет правильное упование. Отдайте себя Господу. Пусть Бог сделает вас свободными. Потому что главный момент состоит в том, что есть враг, который приходит, чтобы украсть, убить и погубить. И я хочу, чтобы люди поняли, что эта книга не обо мне. Она не обо мне. Эта книга, как говорит мой пастор, «Ради душ человеческих и для славы Божьей». Вот почему я здесь. Вот зачем Бог спас меня. Чтобы открыть глаза верующим, открыть глаза неверующим. И если мне пришлось страдать 25 лет, чтобы вы получили свободу, то так тому и быть. Что вы хотите, чтобы люди получили от этой книги? Что им нужно понять такого, что они могут применить в своей жизни? Одна из вещей, которую я говорю, это, что это не моя книга. Эта книга принадлежит Богу. Я хочу, чтобы люди знали, что есть духовный мир и что вам не обязательно находиться в своем нынешнем состоянии. Эта книга повлияла на жизни людей, коснулась и изменила их жизни, открыла им глаза. Люди получили спасение через нее, освободились от колдовства. Эта книга сверхъестественна. Она не от человека. Она от человека с большой буквы «Иисусе Христе», который может освободить вас и дать цель вашей жизни. Даже когда вы проходите испытания, у вас есть мир, шалом. Каждый отдельный фрагмент, Бог может сложить все это вместе. И кто-то выразился так, что это инструмент, который Бог может использовать, чтобы вы не только имели жизнь с избытком, но жизнь мира и шалома, когда ничто не потеряно и не разрушено. Вы не должны быть в ловушке, когда вы можете жить в свободе.